Сегодня в Кировском районе Красноярска презентовали новый рынок. Его открыли взамен бывшего рынка Мави. Современный комплекс на 3000 квадратных метров занимает 106 индивидуальных предпринимателей. В чем отличие нового рынка от стихийного и какие перспективы есть у уличной торговли, узнавала Алина Штоколова. Это современное двухэтажное здание с виду сложно назвать рынком, но это так. Купеческий собрал под своей крышей около 100 предпринимателей. Большинство пришли сюда с уличных торговых точек. Разница между цивилизованной и стихийной торговлей очевидна. Светлые просторные помещения, электричество, вода далеко не все, что предлагают предпринимателям взамен уличным контейнерам. Здесь и собственная ветеринарно-санитарная лаборатория. Специалисты ежедневно проверяют качество поступающей продукции от мяса до овощей и фруктов. Стоимость аренды здесь, конечно, выше. Людмила работала на Мави 15 лет. Говорит, за удобство готова переплатить. В помещении комфортность, потом тепло, уютность. Здесь единственная покупательная способность, конечно, не такая. За тот период, который мы там отработали, у нас люди привыкли к нам. Цены мы оставили такими, какими были у нас на рынке, потому что смысла нет. На уличных дешевле было. Тут маленько подороже. Но тут тепло. Мне с ребенком удобнее. Открытие таких торговых центров – важный этап приведения в порядок торговой сферы города. Уличные рынки – это рудимент, доставшийся нам со времен советской эпохи. В наших климатических условиях они вообще выглядят странно. Чиновники говорят, в скором времени стихийная торговля должна уйти с Красноярских улиц. На данный момент три таких рынка уже закрыты. На очереди еще один – северный. Кстати, публичные слушания по застройке его территории, назначенные на 18 февраля, временно приостановлены. Владельцы рынка подали обращение в арбитражный суд. И пока ситуация не разрешится, администрация не может их проводить. Все рынки, они носят характер временных сооружений, временных по определению. То есть любой предприниматель, который работает на этом рынке, он должен понимать, что это не вечно, что это совершенно временное его нахождение. Вообще, из 15 красноярских уличных рынков только 5 работают по всем правилам. Остальными сейчас занимается специально созданная комиссия. Это не значит, что им грозит закрытие, подчеркивают чиновники. Просто нужно привести все в соответствие с действующими законами. По данным проверок, 50% из тех, кто торгует на улице – нелегалы. Кстати, из 500 предпринимателей, работавших на ликвидированных стихийных рынках, половина уже устроились на новых местах. Мы со своей стороны готовы в индивидуальном порядке информировать заинтересованных лиц, которые обратятся к нам. Поэтому не стоит беспокоиться. Все это будет в плановом, спокойном режиме. И, естественно, мы найдем пути решения, как перевести кого куда. И что для этого нужно сделать непосредственно самим предпринимателям. Тем более, что свободных торговых мест в Красноярске избыток. Например, найти себе место можно сразу на четырех рынках. Кроме того, уже через два года откроется торговый центр на месте бывшей славянки. А это еще 4000 квадратов. Было бы желание, а площадь найдется. Алина Штокова, Денис Сыров, новости.